Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-Радио Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие и интересные события, которые происходят у нас в стране и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.ba идет стрим. Присоединяйтесь и слушайте нас, конечно же, на Альфа-Радио. С нами в гостях сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Францевич Гигин. Будем подводить итоги интересной недели. Вадим Францевич, доброе утро. Доброе утро всех с прошедшим Днем Победы. Я предлагаю с него и начать, потому что инфоповода вообще и тем для разговора много, но такой великий праздник и послевкусие, ну, мне кажется, еще продлится несколько дней. Много было красивых, насыщенных, интересных мероприятий, акций. И давайте, наверное, вспомним, вот видела вчера вас на площади Победы и сама работала. Это патриотическая акция «Беларусь помнит» – церемония возложения венков и цветов к монументу Победы. В ней принял участие и глава государства, обратился с речью, еще пообщался с журналистами, ряд тем интересных поднял. Ну, наверное, первый вот такой тезис – это цитата президента. «Великая победа – главный ключевой момент в истории возрождения и становления белорусской нации. Ее уроки позволяют сегодня, помня и зная прошлое, заглянуть в будущее, вот отталкиваясь от вот этого вот посыла. И от того, как сегодня в Беларуси, в России, еще в некоторых других странах отмечают и день, и как его отмечают на Западе. Ну, вы знаете, что глава государства, вот, мне кажется, у него последнее выступление и на торжественном собрании в Дворце Республики, и на Площади Победы, да и не только. Он говорит, обращается и к белорусам, но в большей даже степени к политикам зарубежным, западным, киевским. Возьмитесь за голову, просто задумайтесь, куда вы тащите мир. Он постоянно об этом говорит. Давая реалистичную картину того, что происходит, в последствии этого президент использует любой повод для того, чтобы вот этим постоянным повтором темы «сберегите мир» заставить, может быть, кого-то действительно надуматься. Посмотрите, как глава государства неустанно возвращается и возвращается к этой теме, потому что он понимает степень угрозы, существующей сейчас. На Западе порой как-то странно реагируют, говорят, шантаж, какой шантаж? Вам говорят прямым текстом. Вы подвели своей политикой мир к краю ядерной войны. Вы будете обвинять нас? Обвиняйте. Обвиняйте нас, Россию. Хорошо. Не в этом суть. Кого вы будете обвинять? Что делать сейчас? Сейчас нужно отойти от каких-то громких заявлений, семиминутных расчетов, которые мы видим на Западе, и понять, перед чем мы стоим на данный момент. Начать проводить реальную политику. Вот в западных кабинетах и кулуарах иногда там раздаются, оттуда утечки идут. Вот они там рассуждают, реальную надо политику проводить, политику ценности. Политика может быть только одна. Она реальная, она же и ценности. Потому что нет ничего выше и дороже человеческой жизни и мира на Земле. Об этом говорил и президент, и постоянно об этом говорит. Это красной нитью проходит через его выступление. Что еще очень важно, вот с этим связано. Почему мир дошел до такого состояния? Потому что забыли уроки Второй мировой войны Великой Отечественной. Забыли. Я бы сказал, что сейчас планета стоит ближе к катастрофе, к ядерной войне, чем даже во время кризисов Холодной войны. Ну, например, вот пресловутый Карибский, с которым сравнивают. Но во время Карибского кризиса во главе государств стояли люди, прошедшие войну. Как бы кто ни относился к Хрущеву, он был на войне, он был под Сталинградом, у него погиб сын, он был на Украине. Кеннеди тоже воевал, чуть не погиб. И многие воевали, и они понимали, что такое война. Сейчас поколение людей, которые вот войну большую не видели, но если мы в Белоруссии и в России сохранили память о той войне, и благодаря этой памяти мы защищены от таких ошибок, от беспамятства в широком смысле слова, да в любом смысле слова, то на Западе этого нет. Перечеркивая роль Советского Союза, роль советского солдата, отказываясь от празднования нормального вместе с нами той победы, они разрывают вот эти узы, связывавшие и их, с их же поколением победителей. Посмотрите, какие фотографии потрясающие, где наши солдаты американские, британские, на Эльбе, в других местах Германии братаются. Они сейчас ходят по интернету, а у меня есть данные, вот на территории моего округа школа, которая называется имени Героев Эльбы, что на Западе запрещают или не приветствуют переписку наследников солдат Эльбы американских с нашими. Понимаете, вот президент подчеркивает эту прямую связь исторической памяти и сегодняшнего дня. Наверное, один из самых пронзительных моментов выступления Александра Лукашенко на Площади Победы, это когда он призывал и будущее поколение приходить к памятникам. Приходите одни, без всякой организованности. Можно приходить даже без цветов, просто приходите. Вы знаете, что это мне напомнило? Мне это напомнило, когда читается слово на Пасху Иоанна Златоуста, приходи и трудившийся в первый час, с первого часа получишь динарий, и с третьего часа входи смело и пришедший в одиннадцатый час. Вот это очень близко пересекалось, потому что приходите. Вот это поклонение в святом смысле этого слова перед памятью павших, перед нашими ветеранами, перед подвигом совершенным, нашим солдатам, перед жертвами геноцида, который осуществлялся немецкими оккупантами. Это наша защита. Вот есть такое потрясающее стихотворение, его читали вчера на Октябрьской площади. «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели». Хотя, я думаю, жалели ветераны. Я знаю много примеров, когда даже и противников своих жалели, я уж не говорю о мирных жителях и так далее. Но это нужно не павшим, хотя им это нужно. Но даже в большей степени это нужно нам, современникам, живущим. Еще раз, это наша защита, это наша броня, это то, что дает нам силу духа провести нашу страну, дай бог, весь мир без большой войны. Вадим Францович, спасибо. Вот продолжая тему, вы действительно хорошо так разъяснили о том, что мы очень близко подошли, как президент говорит, к ядерному апокалипсису. И вот впервые на этой неделе, как раз на торжественном собрании во Дворце Республики, глава государства рассказал о том, что мы будем проводить совместно с Россией отработку применения нестратегического ядерного оружия. И вчера журналисты имели возможность уточнить некоторые детали. Ну, понятно, что подробности, как глава государства сказал сам, там, итоги будут подведены и озвучены позже, когда все проверки пройдут. Вот о том, что, вот вы говорили о том, что то поколение, которое воевало, оно понимает, да? Беларусь сегодня понимает, Россия сегодня понимает, чем все грозит. Понимает ли это Запад? И из-за его ли непонимания приходится проводить вот эти вот, как мы говорим, красные линии, в том числе и совместное учение? Ну, вы знаете, вот я такой пример приведу. К нам перешел на этой неделе Томас Шмидт. Тоже обсудим обязательно. Я, да. Но я почему его упомянул? Это свидетельство того, что мы знали, ну, как бы и так, но вот он подтвердил, что обычные люди понимают, даже в Польше, с ее шовинистической, там, русофобской, антибелорусской пропагандой, с ее, там, традиционным национализмом, который есть. Оказывается, не так он и есть. Мы тоже видели это, когда многие польские общественники пытались прорываться через полицейские кордоны, спасать беженцев, которым устраивали террор, польские пограничники, полицейские военнослужащие. Мы знаем ситуацию в Германии, во Франции. Вот у меня вчера, да, выставил себя в Телеграм-канале, подписывайтесь, 110-й партизанский. Вот, и я видел, российские наши коллеги подхватили, и Словакии прислали материал. В Словакии вообще вчера празднование День Победы такой практически всенародный характер приобрело. Вот что значит, когда нормальные политики, которые не препятствуют. И люди сами идут, не надо никакой организованности. То есть люди в мире понимают. Даже в Киеве шли. И в Киеве, в Днепропетровске мне присылали. Хотя, конечно, давайте на этой теме остановимся. Я вот видел сцены просто жуткие из Латвии, когда, по-моему, российское посольство возложило венок, тут же пришли, его убрали. Когда закручивали женщинам пожилым, там, чуть не 80-летним, только по подозрению, что там Георгиевская ленточка где-то. Вы знаете, это такое кощунство. Поплатятся за это. Вот латыши, ваши политики, вашу страну ведут к пропасти. Латвия за это поплатится. Не то, что мы там на нее нападем, никто не собирается никуда, ни на кого нападать. Но это, вы знаете, вот подобные плевки в историю, они чреваты. То, что сейчас делают ваши неонацисты, стоящие у власти, и их прислужники полицейские, это аукнется по латвийской государственности. Это неизбежно, это так будет. Это 100% так будет. Так же, как ваши легионеры, когда-то, прислуживая Гитлеру, издеваясь, в том числе, над нашими жителями, они накликали на себя беду. Вы там возмущаетесь, что вас ссылали в Сибирь. Да, а что вы хотели, если те были люди, которые поддерживали нацистов? А что надо было делать? Давайте прямо об этом скажем. А то у нас все. Сталинские репрессии были разные. То, что было после войны, то, что было по указу 43-го года, да, вешали на площадях, да, вешали на улицах. Кого вешали? Вешали прислужников, вешали зачастую и немцев, этнических нацистов. По-моему, и в Риге вешали, они же это выдают за жертвы сталинского террора. Да, ссылали в Сибирь, да, давали 25 лет лагерей. Не все отсидели, не все взялись за ум. И вот то, что тогда они добили, и тогда, может быть, простили после войны вот этих вот коллаборационистов, она маукается до сих пор. Потому что вот рассказывают о Советском Союзе, такая страшная империя зла. Всех простили почти через 10 лет. Подавляющее большинство полицаев там вернулось, уехало. И потом, только через 20 лет, по некоторым из них новые дела возбуждали, потому что оказалось, что они совершили гораздо более страшные преступления. Да и то не по всем. Но это мы отвлеклись. Так вот, все-таки люди понимают, и в Латвии понимают. Я убежден, что большинство населения Латвии, это абсолютно нормальные, хорошие люди, наши соседи и в Эстонии понимают. Но вот такие власти у них. Нео-нацисты. У нас к северу Литва, Латвия и Эстония это фашистские государства, где у власти находятся фашисты. Никакого компромисса здесь быть не может на данный момент, к сожалению, большому. Это в руках самого латвийского, самого литовского, самого эстонского народа. Что касается красной линии. Единственная правильная линия это никаких красных линий. Понимаете, уже в российском обществе раздается критика в отношении некоторых из их политиков и дипломатов. Россия столько начертила, ну слава богу, президент Путин, по-моему, не употреблял этот термин. Но многие столько обозначили красных линий. Вот что-то сделает Запад, говорит, это красная линия. Они переступают, вот это точно красная линия. К чему ведет подобное перемещение красных линий, когда вы не даете вовремя ответ? Тем, что вы перескакиваете ступеньки эскалации. Вы понимаете? Это вот как хулиган, как преступник. Если ты его вовремя остановишь, он уже более страшное преступление совершит. А если не остановишь, он будет разнузнан до такой степени, что придется применять гораздо более существенные меры. То же самое и здесь. Вот зерновая сделка. Ну, казалось, вот вроде там выгодно что-то какие-то, что-то там они с девочкой делают. И что к чему пришло? К чему пришло? То, что используя эту сделку, фактически вооружали Украину. А вот взяли бы, потопили тогда несколько кораблей, обеспечили бы полную блокаду, не было бы возможно сейчас атак на Черноморский флот. Летают на Черноморский. Вот сейчас в России открыто говорят, надо сбивать. А раньше, что этого не знали, летают беспилотники, летают самолеты над Черным морем. Сбивайте их. И мы посмотрим на реакцию США. Но пока они спокойно координируют действия террористов против российской территории. Приезжают политики в Киев или там в Одессу. И там в Одессу как-то куда-то прилетело, там скандал целый, греческий пример был. Ужас, да? А вот вовремя бы. Приехала там ЕСовская или Байден в Киев? Шуганули бы, просто ракеты бы взлетели. Я думаю, уже бы не ездили. Кстати, меньше стали ездить, между прочим. Потому что поняли, что, наверное, все к тому идет, да? Вот когда ты вот этого не делаешь, не отвечаешь, они наглеют. И сейчас уже о чем идет речь, Россия заявляет. Мы будем расценивать самолеты F-16 как носители ядерного оружия. Они испугаются там? Я думаю, нет, потому что до сих пор ответа не было. В итоге, когда неизбежно случится прорыв фронта, а я вот к вам ехал, посмотрел сводки, и украинские, и российские, и другие. Ну, для ВСУ ситуация на фронте, мягко говоря, они там пытаются скрываться, как они говорят, напружено, но контролюемо. Уже неконтролюемо. Уже на целом ряде направлений, вот только по сводке Генштаба, по-моему, 144 атаки, значит, за сутки. А обычно недавно было в два раза меньше. То есть мы видим, что Россия медленно, но вдавливает, продавливает. А это о чем говорит? Что будет прорыв фронта. Накапливается группировка, они анализируют. Ударят по Харькову, не ударят. Так вот, на Западе все это прекрасно понимают. Они говорят, в случае прорыва мы введем войска. Что делать в России? Вот появится завтра. Мы номера этих бригад, я знаю, которые готовы французские. Это не завтра произойдет. Скорее всего, до Олимпиады не произойдет. Но мы знаем эти вот... Войдет туда, не знаю, 9-я бригада Марин, 6-я бронекавалерийская бригада, те, которые сейчас готовятся. Некоторые части из них, они в иностранном легионе. 2-й кавалерийский полк и так далее. Да, вот это то, что... Ну, кавалерийский это не кони, да, просто название такое. 13-й парашютно-драгунский, да и другие, которые уже готовы сейчас к высадке. Что делать России? Наносить ядерный удар. А что делать России? И наш президент четко говорит, мы с вами в пинг-понг ракетный не будем играться. Если вы устроите нам провокацию, как вы это планируете, и мы это знаем, с польской и литовской стороны, почему там идет концентрация войск, наступательных вооружений, и литовская армия бесконечное учение проводит. Наступательные, еще раз говорю, тяжелая бригада Бундесвера, хотел сказать вермахта, это будет правильно, которые не собираются разворачивать, это никакая не оборонительная бригада. Там три, по-моему, панциргранадерских, ну, механизированных батальона, и один танковый батальон. Ну что, оборонительная бригада такую они собираются разворачивать? Они создают дивизионное командование в Литве. Еще раз говорю, их командующему армии, 25-тысячной литовской, дали 4-х звездного генерала. Это я не как шутку привожу. Это дают звание на случай военного времени там. О чем идет речь? И мы говорим, мы не будем в пинг-понг играть. Вы по нам хаймерсами, атакамсами, мы по вам точкой У, искандерами. Мы не будем так играть. Удар будет один с нашей стороны. Президент четко, может быть, два. Президент четко сказал, какой удар, который нанесет вам, тем, кто хочет это устроить, провокацию, непоправимый ущерб. Да, вы, наверное, ответите, забегаете, пятая статья НАТО, еще что-то. Забегаете, да, наверное. Но дальше уже включится Россия, стратегические силы. То, что вы хотите устроить провокацию, против нас, дестабилизировать ситуацию, чтобы Россия перебросила сюда войска, сняла с Харьковского направления и перебросила в Беларусь, мы это все знаем, все это видим. Но мы не будем играться с вами. Небольшие там провокации, которые сейчас предпринимаются, там, до роты, мы можем купировать силами наших сил специальных операций пограничников. У нас для этого все есть. Но то, что вы планируете, от батальона и выше, бригады там и так далее, будет, ну, президент не говорит, я, наверное, могу сказать, тактический ядерный удар. Что такое непоправимый ущерб? Мы не будем стрелять, бить, точнее, нашей артиллерией или там ракетами обычными по, например, группировке 40-тысячной польской, которая разворачивается у наших границ. Удар будет, у них там штаб находится недалеко от Белостока сейчас, удар будет тактическим ядерным оружием. Но не только туда. Ну, извините, поляки, если ваше руководство, безумные литовцы, предприняем против нас провокацию, ну, не будет у вас столица. Мы не хотим этого. Президент говорит, мы этого не хотим, не надо этого делать. Но мы не будем подставлять наших людей под удар. Вопрос. Верят ли они в то, что мы пойдем на такие меры для защиты? Верят. Потому что они видели президента в 20-м году. Это тот Александр Лукашенко, который не снял трубку, когда ему звонил Макрон, когда ему звонила Меркель. Звонили для чего? Чтобы обмануть нашего президента. Потому что там у руководства лжецы. Кто такая Меркель? Она лгунья. Лгунья. Она призналась, что она подло лгала, когда приезжала в Минск, подписывала соглашение. Обманывала. Значит, кто такой Макрон? Это никчемный политик, который делает заявление и не отвечает за свои слова. Который был поставлен во главе Франции финансовой олигархией по сговору с американцами, для того, чтобы не допустить к власти во Франции национально мыслящих политиков. Вот кто такой Макрон. И им управляется. Никакая у него не борьба это за свой имидж, за то, как он останется в истории. Просто Макрон выполняет линию финансовых кругов и военно-промышленных кругов Соединенных Штатов по европеизации конфликтов. Все. Вот что он выполняет. Какой может быть с ними разговор? Президент не снял трубку. Президент вышел с автоматом защищать свою страну от попытки государственного переворота. Они знают, кто такой Александр Лукашенко. И они прекрасно отдают себе отчет, что у него хватит силы воли, принять такое решение. Оно будет поддержано Владимиром Путиным, потому что оружие это российское. И наши вооруженные силы четко выполнят приказ. Они себе это прекрасно отдают отчет. И вот то, что мы сейчас это открыто, честно, без всякой истерии, без нагнетания заявляем, это лучшее средство от того, чтобы нам пришлось это оружие применять. Вы в первой части упомянули польского диссидента, судью Томаша Шмидта. Как раз журналисты вчера интересовались у главы государства, как он вообще воспринимает всю эту историю. Под дых, сказал. Да, под дых. Но не мы получили под дых. Много, конечно, было информации на различных ресурсах. Говорили, что Шмидт это агент и КГБ, и агент российский, и Ставленник Путина. И, в общем, чего там только не было. Это потрясающе, да. Я не перебил, а то... А вы продолжаете, потому что, в общем, там вопрос... Да, потому что я посмотрел реакцию, но было для них неожиданно. Было для них неожиданно. то, что произошло... А, вы сказали, это шокирующе. Шокирующе, да. Я помню, когда вот накануне мне там, значит, наши намекнули, говорят, слушай, ну, в понедельник будет прямо такое. Я думаю, что же там такое будет, да. Вот. И вот, когда выступил Томаш Шмидт, ну, понятно, что он уже на какое-то же время находился в Беларуси, да, перед тем, как дал интервью, естественно. Вот. Но для поляков это было полностью неожиданно. И что они только не нагородили. было видно, значит, причем на некоторое время я посмотрел, поназил их информационную политику. Сначала, да он там деньги воровал, да у него там с женой не все, он коллег сдавал, он агент чей, причем российский, белорусский. И вот это, понимаете, паника, потом мы сказали, заткнитесь, видно, потому что, ну, просто их политики стали истерично, явно, не сдерживая эмоции, давать комментарии. Им сказали, заткнитесь, видимо, они информационную повестку вокруг Томаша Шмидта стали глушить, но это не получится сделать. Да, его они будут пытаться преследовать, да, наверняка они будут готовить какие-то провокации, понятно, но, ведь, насколько я знаю, ситуацию, Тома Шмидт, он не единственный такой, он не единственный такой. и вы знаете, я помню, что и на 9 мая вот в прошлые годы днем приезжало большое количество из Литвы, из Латвии, из Польши людей, которые с восхищением относятся к нашей стране, если они смотрят наши программы, как-то находят, говорю, а как вы там смотрите программы, говорят, ну, в интернете пытаемся каким-то образом пробить это информационное пространство. Очень много людей, симпатизирующих нашей стране, очень много людей, критиков действующей польской власти. А что еще происходит сейчас в польском обществе? Давайте скажем об этом. Там же раскол. Предшедшая леволиберальная коалиция, которая обещала, во главе с Дональдом Туском, которая обещала, что они не будут преследовать тех, кто работал на предыдущий режим, не выполнила своих обещаний. Причем у нас, в этом плане мы никому не симпатизируем, там и режим Качинского был антибелорусский, и Туска, но они же расправляются над теми журналистами, государственных СМИ, которые валили Туска. Сейчас Туск сводит с ними счеты. Начинают сводить счеты. Мы видели уже и по министрам, и по замминистрам расследование коррупционных дел. Постоянно идет обсуждение, возбуждать ли уголовное дело против того же Качинского. Ну, а какие поводы? Ну, он, типа, должен был знать махинации с визами, которые Брюссель предъявил. Оказалось, нам сначала было полмиллиона, но вроде бы 250 тысяч подтвержденных, то, что противозаконно выдавали визы, въезжающие на территорию Европейского Союза. махинации, связанные с финансированием Европейского Союза, которое поступало, махинации, связанные с финансированием государственных СМИ и целый ряд других вопросов. Они сейчас задают эти вопросы. Скандалы, которые постоянно окружают войско польское. Сколько все-таки солдат погибло на территории Украины? Ну, слушайте, одного генерала отправляют в отставку, у него две украинские награды, две украинские крест боевых заслуг уровня генерала, другой генерал бригадный гибнет при загадочных обстоятельствах, и этих смертей довольно большое количество уже. То есть, польское общество требует сказать им правду, что там происходит. И я думаю, даже есть люди, которых действительно жизнь прижала, за их политические взгляды, они абсолютно никакие не про-белорусские, за их политические взгляды им грозит уголовное преследование сейчас в Польше. Мы видим эту ситуацию. Слушайте, я не удивлюсь, если даже из этой экстремистской ресурсы бывшие руководители типа Белсата могут к нам еще прибежать. Кто его знает? Не, я ничего не знаю в этом плане, но я в данном случае ничего не исключаю. Спасибо большое, Вадим Францович. Вот еще одна тема. Очень интересное заявление прозвучало из уст украинского президента Владимира Зеленского. Он давал пресс-конференцию, на которой заявил, что расширение Европейского Союза должно выйти за пределы перечня государств, которые имеют статус кандидата и в будущем должно охватывать еще новые страны. По его словам, цитата, Европа это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно День Европы для Грузии и Беларуси. Вас не удивило такой Зеленский, Беларусь и Евросоюз. Это он так хочет сам быстрее попасть. А мы должны это обсуждать. Давайте обсудим. Вы знаете, есть такой журналист, он националист, упрежденный, прямым текстом говорят, что ждать не стоит. Нет, знаете, вот есть такой журналист украинский, он шовинист, он не любит Зеленского, но и суть не в этом. Такой Юрий Бутусов. Понятно, это наш враг, но в данном случае он, я где-то с ним согласен, он говорит так, что, когда я ему спрашиваю, а вот, когда мы там пойдем и собрать, говорит, слушайте, у нас проблем сейчас, вот у нас, на Украине, он, Бутусов говорит, остановить русскую армию, которая прорвалась у Очеретина, наступая с Купенска и думать, как парировать удар, который будет в районе Харькова. Вот этим надо заняться. Поэтому Зеленский, День Европы для Грузии, он не о том думает. У него, его же генерал, и тот же Буданов террорист, заявляет, что для Украины будет тяжелые времена середины мая, июнь. Причем, не только внешнеполитические, но и внутриполитические. В Украине политический кризис. Тот даже уровень доверия, который у Зеленского был, падает. Над ним откровенно смеются. Закон о мобилизации, которую они приняли, вызывает возмущение в украинском обществе. Сейчас они приняли закон, все ходили, издевались над русскими, ай-яй-яй, зэков они мобилизуют. Вот сейчас они приняли закон о возможности мобилизации заключенных. По данным депутатов Верховной Рады, от 15 до 20 тысяч они поставят войска, так, заключенных. У них не хватает людей. Происходит депопуляция Украины через мобилизацию, через вот это вот боевые действия. Это вызывает возмущение у семей пострадавших. Людям не выплачиваются компенсации. Их записывают тысячами в без вести пропавшими только для того, чтобы не выплачивать деньги за погибших. У него сейчас нарастают скандалы, связанные с развалом разворовыванием денег его офисам, Ермаком на строительство укреплений. Потому что приходят бригады, которых выбивают русские войска с нуля, выходят на вторую линию, а там вторая линия такая, что они сами берут лопаты и начинают копать. А деньги потрачены. Зеленский съездил, сфоткался. Его уже, посмотрите, его визиты на фронт вызывают дикое возмущение у тех же бойцов. Поэтому Грузия, Молдова, это он, видимо, отдыхает душой, если она у него есть, когда об этом говорит. У него другие проблемы сейчас. А я, Вадим Францович, тогда вопрос немножко по-другому поставлю. Вот давайте пофантазируем. Я подчеркну, что это прям такие фантазии из области сказки. Вот как раз на этой неделе маленькое такое перед... На этой неделе вот состоялся в Москве юбилейный саммит ЕС, да, 10 лет. Вот давайте представим себе вот сказочная такая фантазия. Лукашенко вдруг говорит, что мы выходим, например, из ЕС и вступаем в Евросоюз. Ну вот Зеленский говорит, что видит нас в Евросоюзе. Нужен ли, в принципе, вот это вот объединение Евросоюз сегодня в Беларуси? И если вдруг представить, что мы вошли в Евросоюз, это означает, что завтра у нас здесь будут натовские войска стоять? Ну, во-первых, про Евросоюз даже такое фантазировать не буду, что наш президент может такое сделать заявление. Он никогда его не сделает. Это мы должны четко понимать. Зеленский, когда говорит о Беларуси, он подразумевает только одно, что в стране будет устроен государственный переворот, к власти приведут марионеточных, прозападных, значит, каких-то деятелей коллаборационистского типа. Над нами с вами Полина устроит дикую расправу, как и над всеми сторонниками нашей власти, над всеми патриотами Беларуси. То есть это 2014 год в Украине, когда они хотели... Не-не-не, не-не-не, даже хуже, даже хуже. Они озлобленные. Это... Мы смотрим, что они там пишут. Это озлобленные просто фашисты, которые готовы устраивать зверские расправы. У них ничего, кроме мести, сейчас нет. Вот об этом надо понимать. Когда мы говорим сейчас, и их это вызывает возмущение, что надо бить бочебешников, мы знаем, о чем мы говорим. Потому что нельзя им дать нигде поднять голову. Ни здесь, ни за рубежом. На это должна быть направлена деятельность нашего государства. Потому что это озлобленные, фашизированные группировки сейчас, именно такие группировки они хотят привести к власти. И там ЕС, НАТО, давайте прямо скажем, к сожалению большому, ну, про НАТО это понятно все, но ЕС это один из элементов управления со стороны Вашингтона Европейским Союзом. Нынешняя верхушка ЕС бюрократизированного, Урсула фон дер Ляйен, Жозе Боррель, там, Мишель, все, они являются проамериканскими деятелями. Их сознательно привели к власти в 2019 году. Они парализуют любые национальные инициативы, которые могут быть на местном уровне. Даже при всем этом Шольце, Примакроне, уверяю вас, у нас нет никаких противоречий ни у нас, ни у России, ни с Германией, ни с Францией. Столкновение государств происходит при всех поводах, которые могут быть. Слушайте, ну вот, была франко-прусская война, кто там сейчас вспоминает Депешу, которую там, ну, историк вспоминает, естественно, которую Бисмарк взял, неправильно перевел, чтобы спровоцировать Наполеона III. Все понимают, что у объединяющейся Германии был главный противник, это Франция. И они были конкуренты еще, кроме того. Столкновение было неизбежно и так далее. Так вот, никаких противоречий экономических, политических между Россией и Белоруссией и Германией, например, в принципе, нет. Никаких противоречий экономических конкурентах между Россией и Францией не было до недавнего времени, но сейчас они есть в Африке, потому что Франция так себе поверила, но без этого нет. Так даже и по Африке мы можем договориться в принципе с ними. Нам ничто не мешает, это не является поводом для войны. Они ведут против России войну только по одной причине, потому что им приказали это сделать из Вашингтона. Ну и причем, знаете, не так, как приказали, иди сюда, делай, так как, нет. Это на протяжении многих лет велась индуктринация, инфильтрация высшего руководящего состава для того, чтобы они такую политику проводили. Вот и все. И поэтому никакого будущего в ЕС у нас нет, Украины нет. Украина, она не вступит ни в ЕС, ни в НАТО. Конечно, если бы Украина, не дай бог, победила, их бы включили в состав, ну, НАТО, скорее всего, Европейский Союз, я думаю, там было бы более сложно, но НАТО бы включили. Но Украина, киевский режим, потерпит поражение. Цели Зеленского заявлены. Что такое поражение? Вот понимаете, что такое победа России? А вот что такое поражение Украины? Я вам прямо скажу. Зеленский заявил цели. Есть формула Зеленского, которую там в Швейцарии будут создать. Есть цели. Выход на границе 1991 года. Так вот, я вам говорю, этого не будет. А если цели, заявленные пока еще легитимным главой Украины, не будут выполнены, это является поражением господина Зеленского. Вот и все. Спасибо, Вадим Францевич. И в завершение нашей программы еще один вопрос. В это воскресенье мы отметим праздник День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. В прошлом году президент подписал указ, согласно которым вот скорректировал название этого праздника, добавили государственный гимн в название. Почему он важен для нас этот день? Мы вот выйдем на площадь, споем гимны. Каждый раз такой вопрос ставит в затруднительное положение объяснять, почему нам важен флаг, герб, гимн. Почему важно маму любить? Ну, как бы, можно, конечно, объяснить. Но, тем не менее, я скажу так, может быть, с исторической точки зрения, мне кажется, это то, что ты впитываешь с молоком матери, когда осознаешь, что ты белорус. Вот я помню, как воспитывали советских граждан. Вот я маленький букварь дали, я открываю там гимн Советского Союза. Я его помню до сих пор. Вот. И когда, значит, эти слова, которые, причем все слова, которые там были. Ровно так же наши дети. Я вот радуюсь сейчас, когда и наше поколение, и старшее поколение, и наши детки, которые растут, они знают гимн. Смотрите, как красиво, как вот мы в 20-м году, это же было стихийно, власть поддержала, но это было стихийно, когда везде стали вывешивать наши государственные флаги, когда машины наших правоохранителей шли с государственными флагами. Сейчас, когда мы все носим государственные флаги в лацкане пиджаков, когда наш герб, детки, я вот смотрю на уроках, и студенты разбирают элементы, что означает. Ну, это же прекрасно. Когда у нас мероприятия важные, торжественные, не очень торжественные, начинаются с исполнения гимна. Это то, что народу, нации дает ощущение единства, то, что дает ощущение принадлежности к этому общему нашему народу. Вы знаете, когда бываешь где-то за границей, приезжаешь, вот мы с некоторыми депутатами, тем же Игорем Александровичем Морзалюковым обсуждали, вывешивают обычно на гостиницах флаг твоей страны. И иногда, знаете, ну, игнорируют, ленятся, да, ты подходишь, говоришь, вот белорусский флаг. А вот в тех гостиницах, куда ты приезжаешь, и они вывешивают, знаешь, что ты белорус, ты показываешь свой паспорт, и затем висит флаг Беларуси, но это греет сердце. Это наш, это наше родное, это как часть нашей семьи, это как часть нас самих. И вы знаете, очень приятно, когда вот в России, в других странах, ну, русские очень так, почему говорю, особенно о России, россияне очень так ревностно относятся к любым таким проявлениям в бывших республиках Советского Союза, но с какой теплотой россияне отзываются о нашем флаге. Вот сейчас были, у нас, был день победы, и вот россияне, но не в этом году, раньше подходили, говорили, слушайте, а ваш флаг, как флаг победы. Вот, мы вчера библиотеку национальную украсили, у нас шел флаг Советского Союза, как символ победы, и флаг Республики Беларусь. Я смотрел, там красное полотнище, и у нас красное полотнище. Вот эта преемственность от советской государственности, от БССР, которая столько нам дала, которая создала фундамент нашей государственности. И в этом мы ощущаем силу. Мне, знаете, так жалко те страны, вот и бывшие советские республики, которые отказались или отказываются от этого советского прошлого. От чего вы отказываетесь? Ну, я всегда вот Украину в качестве примера привожу. Слушайте, ребята, ну, великая советская Украина, великая, вы там свели все до каких-то там событий коллективизации, репрессий, вот все, вы больше ничего не видите. Но ведь вот эта потрясающая Украина, более чем 50-миллионная, с красавцем Киевом, с театрами, киностудиями, Одессой, Харьковом, Львовом, Днепропетровскими, ну, вот в этом произношении не просто Днепр, а, да, жители так называли Днепр между собой, но Днепропетровском, да, вот это все потрясающе, а мы это сохранили. И вот мы начинали нашу программу со слов президента, что историческая память это наша защита, уважение к нашим государственным символам, это еще больше наша защита, это безопасность нашей страны, это духовная безопасность. Поэтому всех с наступающим праздником. С наступающим праздником. И хороших длинных выходных. Это ток-шоу будни. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был депутат палаты, представитель Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларусь Вадим Францевич Гигин. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.b в течение всего дня, также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. Еще раз с наступающими праздниками. Спасибо за интересный разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!